Привет всем новичкам и матёрым игрокам. Видео будет посвящено больше новичкам, да даже матёрым может понравиться, так как халяву любят все. Спать от последнего обновления, как добавили пожарную часть для новичков стало ещё интереснее. В чём именно, скажу чуть позже. Это видео сделано благодаря друзьям в игре, которые также периодически качаются на разных серверах. И на ютубе нет ни одного видоса, где адекватно бы показали местоположение всех записок, которые добавили вместе с объектом пожарная часть. В этом видео я пройдусь по новому объекту, посмотрим, что тут есть и где лежат записки. Искать их есть смысл, так как, когда вы только начали качаться, вам много опыта не надо, чтобы поднять уровень. Так вот, в процессе этого видео мы легко поднимем два уровня, не напрягаясь, и погрузимся в новую историю. Также я нашёл вот такую закрытую дверь, ведущую в канализацию, о чём я указал в группе ВК. Ребята подсказали, как туда попасть. Я вам также об этом расскажу, так как там стоит сейф, а в нём хороший хабар. Дискорд и ВК по ссылкам в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии под видео, что вы думаете насчёт этой локации. Ну а с вами Старина Бурбон, погнали! Перед видео хочу рассказать вам про небольшую и очень обнадёживающую команду, которая за дня в день создаёт новый шедевр в мире постапокалипсиса. Графика и атмосфера будет нагнетающая и очень завораживающая. Недавно они предоставили тизер по игре, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. Сама пожарка находится рядом с депо, недалеко от солнечного. Перед походом туда, маленьким уровнем, обязательно закупитесь небольшим количеством патронов и аптечками, так как собаки высокого уровня и НПС будут по вам тоже попадать нехило. Если высокий уровень, то пох, вы и с ножом выживете. Собаки встречают при входе на объект, как и НПС. Сразу подходите вот к этой машине, тут тоже записка. Она хоть и по старому квесту, но тем не менее на локации пожарки и тоже даёт одну тысячу опыта. Когда вышла обнова, я и подумать не мог, что тут можно качнуться и заработать немного денег. С друзьями сидели в дискорде и говорят, а ты чего про пожарку-то не записал? Я там недавно был и уровни качнул и насобирал нехило хабара на продажу. Я как бы и не думал, что на этом объекте можно качнуться, но тем не менее, я побегал и действительно можно, собирая записки и периодически убивая собак, которые дают по 140-300 опыта. НПС дают где-то по 400 опыта за убийство. Сами НПС стали проворнее, или мне это показалось. Самый умный ход с ними это сагрить и ждать за углом, они сами прибегут к тебе. В среднем на респ НПС уходит 30 минут. Разрабы это место действительно показали неплохой заброшкой, с кучей всякого лута. Само здание двухэтажное. Если всё обижать, то можно нехило навариться. Главное не забыть взять с собой отмычки, так как за закрытыми дверями вы найдёте очень ценный хабар. В итоге его можно сплавить за хорошую копейку для безденежного новичка. А если открыть сейф, то вы разбогатеете ещё 1000 на 7. Не в курсе обновляется ли этот сейф или нет, напишите в комментариях, кто в курсе. В соседних домиках мало полезного, кроме вот таких дверей, за которыми можно поживиться ценным лутом. По большей части вам будет встречаться бумага, ткань, нитки, всякие болты, ложки, вилки и много разного хлама. Из половины можно делать железные слитки на Минайке, но это кому не лень бегать туда. Нас собирали болтов и побежали плавить, а потом продавать слитки под 400 жетонов за одну штуку. Самое ценное для меня это записки, дверь с отмычками и сейф, как мелкому. На этом объекте прям очень много лутаемых ящиков, но так как тут теперь бегают по КД, то вы можете не встречать лута как такового. Ты тут даже встречишь постер с Джонни Деппом, выхода нет, только из гроба. Что они хотели этим сказать, непонятно. Ну ладно, поехали, покажу вам где лежат записки. Первую записку я нашёл вот в этом шкафу. Приказ. За каждую записку вам буду давать по 2000 опыта, у кого прием ещё больше. Вторая записка лежит в комнате, скорее всего начальство, вот в этом шкафу. Ужасная смена. Сегодня не смена, а ужас какой-то. Неизвестно, что происходит. Говорят, в лесу пожар сильный. Начальник всех собирает на свечание. Он злой какой-то. Кажется, всем достанется. Третья записка находится вот на этом мостике в этом шкафу. Штаб. Значит так. Пришло распоряжение со штаба. Требуется обеспечить эвакуацию жителей с лесопилки. Там что-то шан дарахнуло и что-то серьёзное. Военные подняты на уши. Если кто не в курсе, то эта история пожарки напрямую связана с лесопилкой на побережье. Об этом в следующем видео. И как вы могли заметить, чисто на записках, причём только с трёх штук, уже плюс один уровень. Четвёртая записка находится на втором этаже, где кровати и там же ещё один НПС. Находится она на тумбочке. Вторая смена. Кажется, что произошло что-то серьёзное. Приказано быстро собираться. Вторую смену тоже выделили. Не к добру это. Пятая записка лежала в отдельном домике возле радиостанции. Эвакуация невозможна. Бригада сообщает, что через лес в ходу нет. Сильный пожар в лесу. Эвакуация жителей невозможна. Нужны срочно транспортные вертолёты. Шестая записка висит на доске под топором. Обеспечение безопасности. Товарищи! Вся надежда на нас! Необходимо обеспечить безопасность гражданских в Солнечном. Нужно проверить бомбоубежище и подготовить их к размещению людей. Вот и все шесть записок. Теперь откроем с вами двери с отмычками и увидим, что там есть для тебя, братишка или сестрёнка. В отдельно стоящем домике за четырёхпиновым замком находились нитки бумага и жрачка в одном месте. И самое жирное спрятали в телевизорах. Лут практически всегда один и тот же за всеми замками. Разница только в количестве, я думаю. Дали донатные аптечки, титан-порошок, кремень, нитроглицерин и ртуть. А также одну отмычку. На втором этаже этого же домика за трёхпиновым замком нам дали всего одну донатную аптечку, ДП-батрейку и отмычку. Тут всё логично. Самый лёгкий замок. Также есть ещё замок между первым и вторым этажом. За ним находится тот же лут, что и был за предыдущим замком в той же сложности. И самый секретный замок, о который ломают голову 90% игроков, находится вот в этом месте. Отмычки не помогают. И это логично. Ведь чтобы сюда попасть, нужно проплыть по сточным трубам. Чтобы в них попасть, нужно пройти вот к этому месту у экскаватора. Ныряете и плывёте, бежите по трубе и добегаете до сейфа. Освобождаете место в сумке и открываете его. Чтобы его открыть, нужно убить НПС и с них падает кот. Но сразу предупрежу, сначала нужно дойти до сейфа, чтобы вам дали задачу найти кот от сейфа. Если вы сразу будете пытаться фармить НПС, то кот не будет выпадать, только когда у вас будет сама задача. А так, когда открываете его, вам дают две цепочки и слиток золота. А это для новичка внушительная добыча плюс лут за закрытыми дверями. А так, что по итогу, так тут спокойно можно апнуть два уровня и заработать небольшой капитал для закупки брони или оружия начальным уровнем. Насобрать материал для создания кожаной куртки, например, или просто насобрать хлама для продажи. Сама локация сделана атмосферно, грамотно и интересно. Новички, думаю, в восторге, поэтому ставь лайк, пиши комментарии и подписывайся на канал. А с тобой был Сталин Абарбон. Не прощаюсь.